В следующем месяце нас ожидает ритуальное переизбирание в кавычках на очередной президентский срок человека, чье правление имеет все шансы стать по жизни. Несмотря на полностью зачищенное политическое поле внутри России, поддержание видимости легитимности остается для Путина весьма актуальной задачей, о чем свидетельствуют усилия администрации президента по привлечению граждан на избирательные участки, в том числе путем включения в бюллетени представителей всего, так сказать, идеологического сектора. Характерно, что на этот раз заметно возросла роль статистов с так называемого «либерального фронта» – способствовать легитимизации электорального фарса призванные Ксения Собчак, которые по такому случаю даже разрешили сказать несколько крамольных фраз о Крыме и международном праве, занимающий декоративную должность по защите прав предпринимателей Борис Титов, а также неизменный участник политической массовки с 25-летним стажем Григорий Явлицкий. Еще одна особенность нынешних выборов по сравнению с прежними создает в том, что резко возросла значимость внешнеполитического аспекта проблемы легитимности. Это обусловлено все более углубляющейся международной изоляцией, в которой оказался режим. Международные санкции, в том числе индивидуальные, уже создали ощутимые проблемы для путинского окружения, а дальнейшее ужесточение санкций способно довести эти проблемы до критического уровня. Недалеко не последнюю роль в этих действиях играют представители кремлевской либеральной обслуги. Зачастую представляющие известные либеральные бренды по-прежнему, обладающие на Западе приличной репутацией. Показательный пример, отражающий эти процессы, мы могли наблюдать совсем недавно, когда на площадке «Эхо Москвы» с подачей ее руководителей фактически была развернута кампания по дискредитации экспертов, участвовавших в составлении кремлевского доклада. Эта история еще раз заставляет с сожалением признать, что от прежнего «Эхо Москвы» осталось лишь название. Радиостанция давно превратилась в личный ресурс Венедиктова, использующего его в своих интересах, обслуживая Кремль как внутри России, так и за рубежом. Российская политика давно выродилась в театр кремлевских марионеток. На сцене этого театра могут разыгрываться разные представления. В те времена, когда путинский режим играл в либеральные игры, а провокаторы или полезные идиоты от оппозиции присягали медведевскому большинству, Жириновский, Зюганов и подобные им патриоты, рассуждая о величии Сталина и восстановлении Советской Ферии, создавали фонд, на котором Путин выглядел вполне приемлемым лидером для ориентированной на западные ценности части российского общества. Сегодня сценарии поменялись. КПРФ и ЛДПР утратили свою уникальность, так как власть перехватила их риторику, сделав ее мейнстримом развитого путинизма. А карманные либералы, создавая нужную картинку для Запада, попутно исполняют роль пугал для патриотической общественности, дабы та не утратила тонуса и явилась стройными рядами к избирательным урнам поддержать Путина. Последним актом кремлевской постановки стала нарочитая демонстрация смелости и бесстрашия кандидата Собчак, которая сначала посетила Грозный, а затем обратилась в Верховный суд с требованием отказать в регистрации Путина на предстоящих выборах. Сложно оценить значение этих действий внутри России, но очевидно подобная «смелость» дает определенный эффект для международного позиционирования Собчак. Реальная и самая важная для режима работа велась в Собчак в Вашингтоне и Нью-Йорке, где в ходе своей недавней поездки она заявила о собственной готовности идти работать к Путину, а также последовательно озвучивала ключевые для путинского режима тезисы. «Крым вернуть не удастся. Санкции не работают, а только вредят простым гражданам России. Революционных перемен надо избегать любой ценой». От перемены мест слагаемых результат этого политического балагана никоим образом не меняется. Власть так или иначе контролирует все основные сегменты российского общества. Просто для контроля над либеральным сегментом используется гораздо более изощренный механизм. Важным инструментом такого контроля является использование уважаемых в либеральной среде брендов. Вот эти старые политические и медийные либеральные бренды, включая «Яблоко» и «Эхо Москвы», мало чем отличаются друг от друга давно уже. Они давно превратились в вождейские структуры, руководители которых непрерывно торгуются с режимом, получая личные преференции в обмен на разного рода услуги, оказываемые ими властям. И в этом отношении очень похожи на действующие под другими идеологическими ярлыками ЛДПР и КПРФ. Созданная путинским режимом имитационная политика является для них безопасной и комфортной средой обитания, в которой они не только выживают, но и благоденствуют. Роднит их то, что в свободной политической, экономической и медийной конкуренции они обречены на исчезновение. По этой причине что Чубайс, что Сечин, что Дворкович, что Венедиктов защищали, защищают и будут защищать путинский режим с одинаковым рвением. Гарри Каспаров Хочу добавить только два слова. Действительно, в последнее время эхо Москвы поражает тем, насколько меняется его лик. Я уже хотел сделать не один ролик о так называемых косяках Венедиктова, но оказалось, что эти косяки просматриваются не только у Венедиктова, но и, например, у Сергея Пархоменко, Юлии Латыниной, известных теперь уже завсегдатаев Максима Шевченко, Олега Кашина. Каждый из них, выступая так или иначе, обеливает политику Путина, рассказывает нам, как бы с либеральной точки зрения, почему то или иное событие происходило правильно и как верно нужно его воспринимать. Особенно возмутительным было выступление Венедиктова, когда он на протяжении 50 минут пытался внушить всем своим слушателям, что конфликт на Донбассе – ничто иначе, как гражданская война, что вызвало шквал возмущения в интернете. А знаете, что произошло позже? Днем позже с этой же риторикой выступил Сергей Пархоменко, который не только подтер за Венедиктовым, но и развил эту мысль, объясняя, почему конфликт на Донбассе можно назвать гражданской войной. Кто не понимает, разница между гражданской войной и внешним вмешательством, то есть агрессией другого государства, разительная. А нам продолжают в мягкой форме, очень вкратчивыми голосами, потихонечку струйкой вливать мысль о том, что, дескать, мы тут ни при чем. Гражданская война, что поделаешь, внутренние силы Украины борются между собой. Вот только по этому одному факту, лично у меня, в последнее время появляется тошнотворный рефлекс, когда я слышу на эхе Москвы очередную попытку перекроить мой мозг под кремлевские лекала.